Добрый вечер. На мой взгляд, одна из самых примечательных новостей этой недели — новая инициатива депутатов Госдумы от КПРФ. Коммунисты Рашкин и Обухов обратились к президенту России с предложением вслед за Египтом запретить полеты в Тунис и Турцию. По мнению коммунистов, полеты в Тунис и Турцию опасны из-за присутствия там террористов. В этой связи у меня только один вопрос. А в какой стране, ну хотя бы чисто гипотетически, нет террористов? Прямо вот вообще ни одного. Впрочем, нас-то ничем не проймешь. И это наша ничем не принимаемость, едва ли не предмет национальной гордости. Вот, например, после прекращения полетов в Египет самый популярный запрос в интернет-поисковиках со словом «Египет» — как добраться в Египет на поезде. Это еще что? Некоторые граждане, если верить интернет-поисковикам, ищут ответ на вопрос, как добраться в Египет пешком. В общем, мы попытаемся приспособиться к любым условиям. И наши управляющие компании, такие же, как мы с вами, ничем не принимаемые. На этой неделе мой любимый корреспондент Юлия Мавшович сняла очередную проверку, на этот раз в управляющей компании «Юстас». И там был совершенно замечательный директор, которому, на мой взгляд, можно спокойно давать звание «Человек года». Так вот, на вопрос, почему вы подняли тарифы, если жители за это не голосовали, «Человек года» дал абсолютно обескураживающий ответ. Люди говорят, что они не голосовали. Ну и что же не голосовали? Я за президента не голосовал. Тем не менее, Путин президент. Что из этого? Что из этого? И возразить-то нечего. Но далее «Человек года» произнес то, что можно считать фразой года. Найдите зарплату хоть одну у нас больше 50 тысяч. Не найдете нигде и никогда. То есть вы считаете, что это маленькая зарплата? Да это не зарплата, это зарплатишка. Да это зарплатишка. Я повторю. 50 тысяч – это не зарплата, а зарплатишка. Дорогой мой начальник, Вадим Евгеньевич, надеюсь, вы слышали. Все-все-все, молчу. Теперь про Новый год. Вы уже начали подготовку? Пора. Некоторые уже начали. Вот, например, из резиденции Деда Мороза в Екатеринбурге украли оленя-вожака по кличке «Бугор». Как сообщили сотрудники резиденции, олень использовался в период новогодних праздников для доставки Деда Мороза из «Снегурочки», на чем теперь вести Деда Мороза неясно. Но далее события вокруг этой истории стали развиваться совершенно трагическим образом. Директор резиденции Наталья Скороходова заявила, что Деда Мороза вообще не существует. Когда ей позвонили журналисты и попросили соединить с волшебником, она сказала, цитирую, «Дедов Морозов не существует. Это нанятый артист. Он занят». Конец цитаты. Журналисты хотели спросить у волшебника, как продвигаются поиски его оленя, но теперь это уже не важно. В резиденции Деда Мороза в Великом Устюге заявили, что волшебник все же существует, а не существует на самом деле уральской резиденции, заявившей о том, что волшебник не существует. В Великоустюжной резиденции Деда Мороза журналистам сказали, цитирую, «Он, Дед Мороз, всегда жил и живет в Великом Устюге. Никаких других резиденций у него не существует». С глубокой уверенностью в том, что волшебство всегда рядом. Всегда Ваша Юлия Сорокина. Удачи!